В столице Киргизии прошел большой автопробег. Многие участники взяли с собой фотографии своих родных фронтовиков. В Нурсултане торжественно открыли памятник дважды герою Советскому Союзу, летчику Асу Талгату Бегильдинову. За годы войны он совершил более 300 боевых вылетов на штурмовике Ил-2 и подбил десятки вражеских самолетов. А в Душанбе сегодня чествовали ветерана, которому исполнилось 109 лет. Свой боевой путь он начинал в Сталинграде, а победу встретил в Чехословакии. О бессмертных героях и великом подвиге к изображению меча. У витвы бронзовый лавровый ветвью ложатся венки. Ровно 60 лет вечный огонь горит у подножия гранитной стелы, увенчанной орденом победы. Площадь победы в центре Минска символ мужества и стойкости народа. Москва и Ленинград, Волгоград и Севастополь, Тулы и Мурманск, Киев и Брест. Здесь находятся капсулы с землей из городов-героев. Они вмонтированы вот в эти постаменты, на которых сегодня тоже живые цветы. В верности традициям великого праздника сила и единства белорусов. Не допустить искажения нашей общей истории, противостоять попыткам посеять национальную рознь в стране. Александр Лукашенко призвал встать на защиту правды о войне. Мы никогда не предадим ваш подвиг и никому не позволим отобрать у нас вашу великую победу. Тем более мы никому не позволим опорочить все то, что вы сделали в своей жизни, защитив Европу от коричневой чумы. Эти слова, конечно, ветеранам. Они на трибунах и в первых рядах встают, когда звучит гимн. Несмотря на почтенный возраст, большинству за 90. И срочно зимой на фронт. Беларусь. Освобождать Беларусью. Был участник партизанского движения бригады «Железняк». На огромных экранах колокола сожженных Атыни. Это минута молчания. С первыми аккордами. Песни «День Победы» площадь укрыли гигантские флаги. В небо взмыли сотни воздушных шаров. А монумент утонул в цветах. В рамках памятной акции Беларусь помнит портреты своих героев. Несли потомки победителей уже в четвертом поколении. Это мой прадед. Он воевал в войне. Когда я родился, он даже меня на руках держал. Мой прадедушка был на войне. Он страну врагом защищал. Минск в победных цветах. В парках народной гулянии. Концерты празднует страна. В Гомеле военно-историческая реконструкция. В Витебске на главной городской площади прошла выставка военной техники. А в Бресте через монумент «Звезда» пронесли портреты фронтовиков и защитников легендарной цитадели в Брестской крепости. Сегодня 30 тысяч человек. День Победы. Пасу было нас далёк. Как на слепоту шитая уголёк. Память павших почтили на митинге-рэквиуме в 11 вечера. В крепости Герои, как и в городе Герои Минске, мирное небо озарит. Фейерверк. Анастасия Саховская, Александр Александронец, Олег Пелецкий, Вячеслав Олинов. Вести. Минск. Точная копия Ташкентского железнодорожного узла времён Великой Отечественной. В годы войны на таких поездах сюда пребывали миллионы эвакуированных со всего Союза. В грандиозном парке Победы в Ташкенте представлены самые страшные страницы войны. Парк Победы стал воплощением уважения узбекского народа к священному подвигу наших предков. Целыми семьями сюда приходят прикоснуться к истории. Хотела вообще от лица Узбекистана поздравить всех-всех-всех с праздником Победы. Этот праздник для нас самый лучший, потому что наши прадедушки защищали нашу родину. Они воевали за нас. Мой дедушка был лётчиком. В годы войны Узбекистан принял десятки тысяч эшелонов с ранеными и беженцами. Четверть миллиона детей из Украины, Белоруссии и блокадного Ленинграда обрели здесь новый дом. Особые отношения к празднику Великой Победы и у президента страны. Сегодня нам всем народам мира чрезвычайно важно извлекать уроки из страшной Второй мировой войны. Пройдут годы, века, но наш народ никогда не забудет героев войны, их подвиг в борьбе против фашизма. Вы честь и гордость нашего народа. Ваш подвиг бессмертен. Из Узбекистана на фронт отправилась почти половина трудоспособного населения. 700 тысяч человек не вернулись домой. 3 мая Белоруссии взяли флаг, рейхстаг, флаг поставили. И потом объявили 9 мая Дед Победы. Ура! Ура! Дань памяти павшим и почести живым героям. Потомки победителей отдают по всему Узбекистану. От Ташкента и до отдаленных аулов. Война оставила свой след почти в каждой семье. Примечательно, что акты о безоговорочной капитуляции Германии. В мае 45-го из Берлина в Москву доставил экипаж летчика Абдусамата Тайметова выходца из Ташкента. Роберт Францев, Арман Байдуулетов, Оксана Сержантова, Узбекистан, Центрально-Азиатское бюро вестей.